Здравствуйте, дорогие друзья. Это недельная глава Гвайгаш. Интересно не только рассказано Йосифе и его братьях. Интересно тем, что появляется новое. Новое. Это новое. Впервые отмечено в истории Торы. Когда один человек прощает другого. И обратите внимание, такой элемент как прощение отсутствует в рассказе о потопе Вавилонской башни, с домом. Когда Аврам просит Бога за жителей с дома, он не просит их простить. Он говорит, что справедливость, возможно в городе пять праведников, чтобы они не погибли. То есть о прощении речь не шла. Йосиф простил. Это был первый случай в истории. Вспомнили? Йосиф встречается с братьями, продавшими его и предавшими. Но братьями. Простить их или не простить был главный момент этого фильма. Казалось бы, как можно такое простить? Вот поэтому прощать умеют только большие, великие люди. Мелкая личность никогда никому ничего не прощает. Вот об этом надо задуматься. Так сказали великие мудрецы. Интересно заметить, что слово слиха, да, прощение, впервые мы найдем только в книге Шмот. В недельной главе Китисо. Она рассказывается о грехе золотого тельца. И именно Маше говорит творцу, прости вину нашу. И это просит о прощении. И действительно, Всевышний прощает еврейский народ. И доказательства этому стали вторые скрижали, ее день искупления Юмкипура и так далее. Но вспомним, что когда Бог говорит, что я собираюсь уничтожить дом, еще раз говорю, Авраам не просил за жителей. Он пытался убедить Всевышнего, что несправедливо губить праведников с нечистивцами. Не было вопроса о этом. И что еще раньше во всемирном потопе? Бог сказал, конец всякой плоти, но и тоже не просит. Он что просит? Совсем другого. Урок для нас, короче. Почему Маша был первым, кто осмирился опросить у Бога прощение? Мы это увидим потом. Почему Авраам, вместо того, чтобы спорить с Богом, не просто сказал, прости там и все, может ему удалось бы это. Почему в книге Брешит, в отличие от книги Шмот, в Икру нет ни одного упоминания слов прощения, помилования и искупления? Ответ на это очень простой, он находится в нашей недельной главе. В книге Брешит мы находим много ссор. Смотрите, братья и сестры особенно. Начало противостояния Каина, Авель, что еще там у нас? Потом целое поколение предшествующей потопу, война Авраама с царями, из Шимона и Леви погубили, жители схемы, бесконечные ссоры, войны. История взаимоотношений Иосифа с его братьями, это первый в пяти книжке пример людей, готовых простить друг друга. Впервые в нашей главе мы узнаем, что человек просто простил совершенную по отношению к нему страшную несправедливость. В нашем случае, когда Иосиф открывается со своим братьям, он не мстит им, даже не проводит с ними специальных бесед, рассказывает, как вы могли так поступить, аморали ничего. Он просто от всего сердца прощает их, и даже не требует признания вины, не ждет письменных подтверждений. И в этом заключается ответ на вопрос, почему нохаврам не просили Всевышнего. Ведь для того, чтобы просить у Бога, вдумайтесь, здесь самое главное, нужно в первую очередь научиться прощать самому. Прежде чем мы не простим друг друга, мы не имеем права просить милости и прощения у Творца. Это колоссальная мысль, которую раскрыли нам здесь мудрецы. Праведник Иосиф, простив своих братьев, проложил путь прощения, открыл врата милосердия, которые были на небе. Любавич Сиребе говорил, что он ссылается на слова Альтеребе, что Иосиф не только простил своих братьев за то, что они с ним сделали, но кроме того, он наградил их, отплатив добром за зло. И поэтому открылось еще одно окно наверху. И поэтому мы тоже удоставимся от такого отношения Всевышнего к нам. Несмотря на то, что мы не творили достаточно добрых дел, не делали все, что нам заповедано, мы обращаемся с Богом с просьбой о благосновении. Почему? Просьба ему послать нам в изобилии какие-то блага, каждый день мы просим. Вот мы можем привести только один серьезный аргумент. Вот Иосиф заплатил добром за зло. Возможно, Всевышний учитывает, это тоже даст нам немножко добра. Ведь даже если это не то, что мы заслуживаем по праву, то оно полагается нам за слугу наших святых предков. Вот такая заступническая ситуация в этой недельной главе. Знаете, к Рэбе пришел ученик, говорит, как научиться прощать? А он говорит, а что толку в лечении симптомов? Научись не обижаться. Вот так и нам. Первое, надо научиться прощать, а потом, если научились прощать, то можно учиться не обижаться. Есть еще одна вещь, хочу сказать, от имени Слонимского, Рэбе говорят, что когда человек благодарит, он принимает управление Всевышним своей жизнью. И тогда, по принципу мера за меру, Всевышний тоже принимает его человеческое, ну, мягко говоря, несовершенное управление жизнью, без обвинений и с милосердием. Подведем итог. Мы, если научимся прощать, небо будет прощать нас. Если мы научимся милосердно относиться к окружающим и видеть их добрым взглядом, так же небо будет смотреть на нас. Для того, чтобы нашу жизнь приняли наверху, а она в основном несовершенна, нам нужно принимать все, что есть, такое, как оно есть, без всякого осуждения, без лишних вот этих буркотений, а просто добрым взглядом взгляда на жизнь. Тоф, добро. Брахава и Ацлаха, всего самого лучшего. После праздников очень важно теперь, вот знаете, именно этим взглядом начать смотреть на мир. Брахава и Ацлаха.